Всем привет, мои дорогие ребята! И сегодня я снимаю для вас новое видео из той рубрики, которая у меня почему-то давно пропала с канала. Это макияж и обзор дешевой бюджетной косметики из Wildberries. Здесь я заказала интересные товары, на которые я практически не видела обзоров у каких-либо блогеров. Но это лично я. Я не заказывала прям какие-то супер популярные продукты. Все продукты из видео стоят до 250 рублей. Я буду оставлять скриншоты на экране. А также все ссылки на продукты будут в описании и в закрепленном комментарии. Я желаю всем приятного просмотра. Я надеюсь, что видео будет интересным и вам понравится. Начинаю с тональной основы. И здесь у меня вот такой BB крем. Но на сайте Wildberries было указано, что это консилер. И нашла этот продукт именно по запросу консилер. Так как чаще всего я использую консилер на все лицо. Ну или на те какие-то проблемные зоны сейчас летом. Здесь большая достаточно упаковка. 30 грамм. Я заказала самый светлый вроде как оттенок. Видите, как он сжимается? При том, что я его только вот сочи делала. Достаточно светлый. Ну не думайте, у меня просто здесь загорела рука. Здесь он в принципе нормально мне подойдет. В общем, беру этот тон. У него такая достаточно жидкая текстура. Аромата никакого неприятного нет. Я подготовила кожу. Нанесла сыворотку и крем. Никакого неприятного до аромата нет. Мне почему-то кажется, что он будет неплотный. Но я уже это вижу, что он неплотный. Нет здесь никакого матового финиша. Что могу сказать? Он прям супер сияющий. Я как будто лицо намазала хайлайтером. Продукт можно использовать на лето для тех, у кого более сухая нормальная кожа. Потому что все же он такой липковатый. А про перекрытие. Ну здесь очень легкое. То есть даже не среднее. Ну можно использовать, думаю, на лето это. Но точно не как консилер. Как заказала, вот такие кремовые румяна. Стоили они очень бюджетно. Где-то 150 рублей, по-моему. Там несколько оттенков. Я сказала оттенок 0,4. Такой один из самых ярких. Но я уже делала свотч. Посмотрела на текстуру. И что могу сказать? Что здесь текстура очень легкая. Тушуется в полуматовый финиш. Думаю, будет интересно протестировать. Хотела нанести чуть-чуть. В итоге нанесла бы целую кучу. Чтобы не переборщить. Но распределяется в принципе неплохо. Но такое чувство, как будто каким-то пятном оно ложится. Вот здесь на щеке. На носу-то нормально вроде растушевалось. А вот тут, посмотрите. Оно как будто у меня залипло. И вот больше не тушуется. Это как? Так, чтобы немного приглушить эти румяны, я нанесу немного консилера. Далее переходим к пудре. У меня уже была такая пудра на обзоре. Но немного с другим дизайном. И мне всегда попадались вот эти вот пудры. Очень темные, рыжие какие-то. А здесь же она практически белая. Такая, знаете, слегка здесь есть какой-то оттенок слоновой кости. Я также ее предварительно уже открыла. Здесь 15 грамм продукта. У меня это оттенок 01. Вроде как самый светлый. Также там была вот такая пуховочка. Нанесу я сначала под глаза. И на глаза. Потому что у меня очень часто здесь скатываются тональные. Нанесла я пудру вот таким образом. Прошло минутки две. И теперь можно это все стряхивать. Я взяла вот эту кисть от Beauty Boom. Вчера нанесила ей пудру. Блин, она выбеливает кожу. Надо было оставлять румяну. Потому что теперь у меня как лицо, как холст. Без румян-то. А теперь я не нанесу уже румяна-то поверх пудры. Я просто гений. Вот серьезно. Давайте попробуем нанести это как тинт. Вот я вот такую маленькую папельку нанесу пальцем. Он так освежает образ. На пальце выглядит вот так. Далее перейдем к хайлайтеру. Я заказала вот такой продукт от бренда Ice Cream. Который представлен в подружке. Это была какая-то осенняя коллекция. Коузи Кока Утум. Осенняя, да, коллекция. Написано, что это хайлайтер. Ну, покажу вам, как выглядит этот продукт. Здесь есть большое зеркальце. И вот так выглядит этот продукт. Во-первых, рефил выполнен очень приятным. Таким в виде какого-то стаканчика кофе, мороженки. Не знаю, что это такое. Ну, как будто это кружечка кофе. Вот в этой шапочке, можно сказать, какой-то матовый продукт по типу пудры. Такое деликатное сияние, что я хотела это попробовать нанести как румяна с сиянием. Не знаю, хотя оно как бы не розовое. Давайте сначала нанесу просто как хайлайтер. Это и мы посмотрим с вами. Объем здесь 6,7 грамма. Стоило тоже 159 рублей. Возьму такую веерообразную кисточку и набираем хайлайтер. Давайте я его по всей поверхности наберу. Но на кисти он оставляет, да, какой-то оттенок. Посмотрим вообще, будет ли он сиять. Как будто его вообще незаметно, я не знаю. Как будто вообще все, нету его. Деликатный продукт. Ну, видно, да, что сияние есть, но оно прям супер деликатное. Наверное, самый деликатный хайлайтер, который у меня есть вообще в моей косметичке. Я уже его пытаюсь нанести на все щеки вот сюда, чтобы получился такой подсвечивающий эффект. Мне нравится такой продукт. У меня такого не было. То есть, мне кажется, это универсально. Можно, например, дополнить какие-то матовые румяны, нанести поверх этот продукт. И получится эффект как от сияющих румян, если у вас, к примеру, таких нет. В всех остальных обзорах косметики с Валберис я не заказываю гель бровей или что-то такое. Потому что я просто этим не пользуюсь. Но зато я заказала целых три продукта для глаз. Тушь, которую мы рассмотрим чуть позже. И тени. Я заказала такую однушку. И палетку. Однушку. Это что-то типа спаркла. Я просто забивала в Валберис тени и смотрела сначала дешевые вот эти вот продукты. Там от самых дешевых до самых дорогих. И вот в товарах до 100 рублей я нашла вот эти вот тени. Стоили они 70 рублей. Оттенок, конечно, меня смутил, что он такой здесь, знаете, оранжевенький. Но выглядит он прикольно. Мне понравилось. Здесь есть блески. Красиво сияют. Я уже здесь стерла верхний слой. Давайте я еще потру, чтобы мы с вами убедились, что здесь его нет. Ну да, в принципе, он так же сияет, как и изначально. Вот так она выглядит. Стоила тоже где-то 100 рублей. То есть очень дешево. Здесь 4 грамма продукты. Давайте я вам покажу поближе. Ой. Здесь вот такие. Та ё-моё, что-то закрываешься. Такие рефилы. Два рефила с рисуночками. Здесь два сияющих оттенка и два матовых. Для начала я хочу набрать вот этот вот самый светлый оттенок на пушистую кисть бочонок. В принципе, хорошо набрался продукт. И наносим по стандарту складку века. Вот так я нанеслась. Создали мы такую легкую тень. Далее я беру вот этот темненький оттенок. Прям той же кистью. Он не сильно, я бы сказала, что прям темный-темный. Вот так вот он переносится. Я им хочу немножко затемнить уголок. Вот так у меня получилось. Что хочу сказать про матовые оттенки. Вот этот коричневый вообще практически не пигментированный. Либо же здесь прям такой супер нежный какой-то оттенок, который практически сливается с этим. То есть рефиле кажется, что он более темный. Невый оттенок набирается достаточно легко. Вот такой, знаете, эффект просто глянцевый, какой-то отражающий, без крупных блесток, отдельных каких-то частиц. Давайте я нанесу вот этот оттенок золотистый. У него как будто точно такая же текстура, хотя я думала, вдруг будет разная. И я нанесу его в угол глаза. В уголочку вот сюда. Ну, сияние здесь как будто, знаете, поярче. Поэтому можно его немножко распределить вот так вот подальше. Ну, ближе к центру также, чтобы создать такой эффект более сияющий. Ну, получилось неплохо, мне кажется. Но палетка для своих денег достаточно неплохая. Но если вы ищете базовую какую-то палетку на каждый день, лучше не берите ее, потому что, ну, что вы с нее сделаете? Четыре оттенка и матовые практически одинаковые. Сияшки не супер яркие. Но если вы хотели вот какую-то такую прям нюдовую-нюдовую палетку, вам нужно в поездку куда-то, либо же у вас ограниченный бюджет, то можете взять ее. Ну, как вы заметили, я оставила нижнее веко абсолютно чистым для этой сияшки. Хоть сияющие оттенки и не наносят на нижнее веко, но она не прям какая-то супер сияющая. Поэтому я хочу ее нанести. Давайте я попробую добавить на верхнее веко ее слегка вот в центр. Ну да, ее видно, она ярче сияет, нежели те сияшки из палетки. Возьму вот такую плоскую, плоскую, такую плотно набитую кисть, наберу немного и добавлю на нижнее веко, чтобы у нас макияж был более таким гармоничным, завершенным, что ли. В принципе, оно хорошо наносится. И здесь есть какая-то цветовая подложка, как раз таки, за счет которой у нас и создается такая легкая коричнево-оранжевая тень, которая подходит, я бы сказала, к этому макияжу. Мне кажется, такой макияж прям какие-то... Мои глаза сделал какими-то выразительными, то есть прямо они выделяются. Возможно, это из-за счет того, что у меня не видно румян. И я такая бледная, и глаза такие. Всем привет. Добавила слегка еще своих румян матовых просто. И вот, как я сказала, видите, я наносила вот этот хайлайтер. И при повороте головы видно, что вот кажется, что румяна какие-то сияющие. А это мы нанесли вот этот вот хайлайтер. Ну и последний этап за макияжем глаз у нас тушь для ресниц. Я заказала вот такую тушь от Дилаж. На нее очень хорошая стоимость была, 170 рублей. И никакая она не просрочка, ничего. Наверное, просто какая-то акция, скидка. И это вот такая тушь с ворсовой щеточкой, не силиконовой, с таким изгибом. Кажется немного странной, но мне было интересно ее протестировать. Называется она Lash Cult Cat Eye Mascara. То есть такие кожачьи глазки она сейчас нам создаст. Ну давайте посмотрим. Сейчас нанесу ее и вернусь к вам. Вот так выглядят нижние реснички. Вот здесь у меня какой-то комок. Получился слегка. Один слой на верхних ресницах. Очень хороший результат. Мне нравится. Кажется, вот здесь как будто у меня какие-то наклеенные пучки. Они мне сделали какие-то густые ресницы. Здесь же у меня и так вот этот глаз такой, коллега. У меня здесь как будто ресницы хуже. Но вот здесь она мне сделала, знаете, ресницы в какую-то одну кучу. Я сейчас подожду, пока подсохнет, и нанесу второй слой на верхние ресницы. Ну и вот такие у меня получились ресницы в конечном результате. Мне очень нравится. При том, что эта тушь, как бы я ее только вскрыла. Она новая. Никак еще не успела подсохнуть. Как мы с вами знаем, тушь, когда подсыхает, она становится чаще всего лучшей. И от нее лучший эффект. Но мне очень понравилась эта тушь. Я ее могу советовать. Щеточка может не всем быть удобной, но мне понравилась. Она не сильно какая-то огромная. Удобно. Даже вот, ну, нижний нормально прокрасила. Я ничего не испачкала. Но мы сейчас увлажним губы с помощью вот такого оттеночного масла. Оно от бренда Kibest. Kibest, я не знаю. Наверное, правильно так читается. Здесь очень маркая упаковка. Я уже заляпала, пока в руках держала. Я заказала 0,6 оттенок. Думаю, было видно. Мне так понравилось по отзывам, по свочам. Здесь удобный большой аппликатор. Своч. То есть здесь такой, я бы сказала, прям идеально красный. То есть без розового, без фиолетового. Также здесь приятный ментоловый аромат. Но он не плампинг, какой-то не плампер, не максимайзер. То есть никак не холодит губы. И за счет этого они увеличиваются. Нет. Здесь только именно отдушка. Никакого холодящего эффекта нет. Очень красивый оттенок. И даже без карандаша выглядит супер красиво. Это же просто идеальное какое-то здесь получилось. У меня, мне кажется, он здесь хорошо подходит. Потому что у меня такой макияж. Достаточно нежный, сдержанный. И губы поярче. Потому что это масло, я думаю, оно будет хорошо. Если даже вы там что-то поедите, попьете. Оно будет плавно так сходить с губ. Мне кажется. Ну, очень красивый такой зеркальный классный эффект. Я обязательно закажу еще вот это масло в каком-то другом оттенке. Так как их там целых 6 штук. Ну вот, ребята, мое видео подошло к концу. К сожалению. Я надеюсь, что вам было интересно и понравилось. Мне понравилось много достаточно продуктов. Тон я бы не сказала, что мне как-то супер понравился. Румяна не очень. А все продукты остальные, в принципе, очень классные. Мне понравились. Поэтому я надеюсь, вы нашли для себя что-то полезное в этом видео. Какие-то интересные продукты. Может, возьмете что-то на заметку. Ну, а я вам хочу сказать большое спасибо за просмотр. Я всех люблю. Обнимаю. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok